Подружки, привет! Сегодня у нас раннее утро, 6 часов. Грантик проснулся и уже тусуется вовсю. Я, как вы можете понять, лежу в кровати Рэма, и сейчас я очень благодарна за то, что мы поставили подростковую кровать, потому что в любой момент я могу Гранта взять сюда и уйти, но это в случае, если Рэм пришел спать ко мне. А сегодня ночью именно так он что-то там заплакал и захотел спать у нас. Вот сейчас в 6 часов утра проснулся Грант, ему нужно сейчас уже покушать, и я его забрала в Рэма комнату, чтобы он не шумел и не будил Рэма, потому что Рэму сегодня утром в сад идти и вставать где-то часа только через полтора. А вот, следовательно, на коврике здесь он уже тусуется. Я чуть-чуть приоткрыла занавеску, чтобы он видел, что где лежит, и был увлечен своими игрушками. Игрушек тут куча. Ну, это для того, чтобы он просто дал мне еще чуть-чуть подлежать или, может быть, подремать, даже если мне повезет. Ну, а пока мы тут надеемся немножечко отдохнуть, Грант будет прокачивать свои умелки и тренироваться ползать. Что у него, кстати говоря, уже достаточно хорошо получается. Крутится как юла и потихонечку уже, смотрите, начинает продвигаться вперед. Ну, по крайней мере, у него это спокойно получается. Он может дотянуться или продвинуться до той игрушки, которую он интересует, достаточно спокойно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, хорошо, давай. Супер изобретение для чистки ботиньков у дома. Подруги, в 8 часов утра мы тупаем в сад. Да, кушать уже хочешь. Сейчас будет тебе завтрак в садике и поешь. Подругам скажешь привет? Скажешь, подруги, привет! Помахал машиной. Мам, садик. Мам. Да. Да. Побежали быстрее в садик? Да. Да? Так, заходи. Ой, не закрывай, не закрывай, не закрывай. Стой. Давай, джентльмен мой, закрывай дверь. Рэм, что у тебя в садике на шкафчике нарисовано? А что у тебя там? Ры? Рыба. Рыба, точно. Будешь машинки в шкафчик прятать? Да. Ну да. Все, идем нам сюда. Сюда, Бусь. На лестницу иди. Пока все гладко. Предполагаю, через минуту-две будет ор. Где твой шкафчик с рыбой? А ну-ка ищи шкафчик с рыбкой. Вот он. Давай машинки прячем. Так, а что ты там нашел? Сандали нам нужно одеть. Давай. Вторую сандальку давай мне. А что ты там в шкафчике нашел? Покажи маме. Ты нашел кран? В пятницу с криком уходили с садикой, и пришлось оставить нам детсадовский кран в шкафу. Очень хотел его забрать с собой. Ну вот, дождался тебя. Переоделся? Давай, показывай, где твоя группа. Маме давай поцелуйчик. Поцелуешь маму? Так, группа наша ура. Давай, поцелуй маму. Здрасте. Все, побежал? Поцелуешь маму? Девочка так. Ну, забегай. Давай, иди играй. Все, маму целуй. Бери, играй. Будешь завтракать. Пока. Пока, Бутичка. Ну, нет, подруги. Все отлично. Ребенок с удовольствием пошел в садик. Сколько делал? Ура. Так, у нас 8.20. Человек до 9 не дотянул. Уже, очевидно, устал, капризничает и хочет спать. Так что сейчас я его покормлю еще с бутылочки. Утром он есть маминогрудное молоко. И мы будем отправляться на первый наш дневной сон. Матушкина слабость в этот раз заключается в том, что ребенок укладывается в Бэби Берн. Я его здесь тихонечко укладываю. У нас включается наша черепаха. Включается машинка белого шума. И ребеночек спокойненько себе засыпает. Ну, на днях моя задача будет уложить его в кроватку. Ровно так же, как мы укладываемся на ночной сон. С этим у нас проблем нет. А вот днем, ну, как-то, да. Боюсь я, что он через 20 минут проснется. А там его уже уложить будет сильно сложнее. Поэтому каждый раз, когда он тут просыпается, я его тихонечко бам и укачиваю. Ну, вот так, подружки, мы укладываемся. Стены наши, потолок переливаются в волнах от нашей черепашки. Белый шум фурыкает. И малыш тоже уже готов. Одеялко есть. И потихонечку я его вот так вот подукачиваю. Ему очень нравится, когда я рукой держу его щечку. И буквально через, не знаю, несколько минут он прямо засыпает. 10.17. Моя крошечка проснулась. Ты, конфета, проснулся? Ну, привет. Эй, привет, ручка моя сладкая. У кого эти пальчики такие сладенькие? Ой, ты мой хороший. Ну, доброе утро. Ты проснулся? Конфета. Ну, вот вытянут руки. Ножки, да? Ну, посчитай пальчики. Пока ты считаешь пальчики. У мамы завтрак. Рисовая кукурузная галетка. Яйцо. Сыр. Эх, не кидайте меня помидоры. Тухлые за сыр. Так. Белый шум и крича. Ну, что ж, товарищи, получилось, что ты у меня поспал 2 часа, да? Ну, для утреннего сна. Это очень даже здорово, да? Мама за это время чуть отдохнула. Ну, и сейчас мы с тобой начнем активничать. И, конечно, неотъемлемой частью режима это усираться до подмышек 9 раз в день от вкусного маминого молочка. Да? Да, человек, как тебе кажется? Нормально вот так вот, да? Братья, вот такие эти взрывы на макаронной фабрике делать? Макарону вроде еще не ешь. Эх, будем переодеваться. Смотрите, какая тоненькая прелесть. Лето приближается. Это означает, что жара уже близко. Поэтому у нас вот такой вот прозрачный практически подгуз. Ну что ж, дружище, это у нас подгузники и мам справился с объемом просто на ура. Понятное дело, через краюшек немного протекло. Но, учитывая вот насколько этот ребенок много какает, я вообще поражаюсь, откуда в тебе вот это вот все, учитывая, что ты ешь только лишь мамино молоко. И чуть-чуть прикорм у тебя начался. И то там порции нифига. Но, я счастлива, что мы вернулись к нашим Black Rabbit. Понятное дело, что остатки прочих подгузников, которые мы заказали за тот месяц, пока ждали появления размеров, мы ими допользуемся. Но, подружки, есть вещь, которую я хочу вам показать, чтобы вы понимали, почему я выбираю исключительно эти подгузы. Вот как только мы надели прочие подгузники, тоже хорошие по качеству, наша кожа сразу реагирует и у нас насыпет, у нас покраснение. Дальше показывать не буду, там вот прям беда, поп вся красная. Но, как только возвращаются наши Black Rabbit, все становится на свои места. Кожа хорошая, чистая, никаких порщей, никаких покраснений и никаких вот таких вот раздражений. Так что, все, в ближайшие дни мы одеваем исключительно Black Rabbit, чтобы кожа быстренько-быстренько восстановилась. Я, кстати, вот этот эффект уже заметила не в первый раз, потому что мы и в Риге пользовались остатками прочих подгузников. И как только снимаю Black Rabbit, надеваю другой подгузник, хороший подгузник, не протекающий, классный во всех смыслах, попа, блин, вся красная. И сразу насыпет, и какие-то раздражения, какие-то прыщи и прочее. Возвращается белый наш кролик, все в порядке. Так что, давай, восстанавливайся, попа моя. А у нас по режиму что? У нас по режиму сейчас время тусоваться. Минимум 3 часа сейчас у нас бодрствования. Где-то посередине сейчас, наверное, мы будем есть, вводить новый продукт при корме. И потом уже ко сну второму буду его кормить снова молоком. В течение дня кормлю его каждые 3 часа, это минимум, просто для того, чтобы ребенок в течение дня насыщался. И тем самым ночью лучше спал. То есть я не кормлю его вот прям до упора перед сном и не отправляю ребенка с жутко полным животом спать, потому что я заметила, что это не работает. В любом случае ребенок просыпается, если он в дискомфорте. А вот если ребенок получает все свои калории равномерно и в нужном количестве на протяжении всего дня, то он у меня спит ночью намного-намного лучше. И чаще всего, если вот выдерживать кормление минимум каждые 3 часа, не реже, тогда он ночью чаще всего просыпается всего разочек. Но, конечно, мы еще далеки от того, чтобы вот стабильно прям второе ночное кормление удалять и спать ночь только с одним кормлением. Но все равно потихонечку-потихонечку мы к этому плану приближаемся. Я думаю, что очень скоро одного ночного кормления ему будет абсолютно достаточно. Извини. Вот так вот, смотри, вот сюда. Жизнь-боль. Называется развиваем пищевой интерес и учимся ползать. А-а-а, какой ты молодец. Моё, моё. Так, в рот отправился Нибблер с бананом. Ягоды мы не получили, а банан получили. Да? Тут у нас маленький превью наших видеороликов на тему водоприкорма. Так что отдельные видеоролики тоже не пропускайте. Но сегодня у нас такой перекусик. Мы едим банан и скоро пойдем за Рэмом. И тогда у них уже будет обед и второй дневной сон у Гранта и первый дневной сон у Рэма. Но это уже все по очереди. Здесь, значит, выступление счастливого человека, который сегодня очень хорошо себя чувствовал в саду. И он, бэйби, поет песню. Очевидно, его усыпить пытается. Этот молодой человек у нас уже подуснул. И мы, получается, взвинулись на полчаса. То есть он уснул чуть раньше. Покушал. Бутылочку я взяла с собой. И, собственно, сейчас он довольный, счастливый спит. И тут у меня дилемма. Что делать? Вроде надо Рэма везти домой, чтобы он дома спал. А тут как бы человек. Ну, может, на балконе его положу при открытом окне. И будет он спокойненько себе спать сегодня мой сон. Ну, или переложу в кроватку. Может быть, можно будет рискнуть. Хотя я уверена, что если я попробую переложить его в кроватку, он, блин, проснется. Я каждый день себе говорю, так, значит, да, сегодня начну его укладывать в кроватки. Окей, допустим, что на сегодня мне придется несколько раз к нему подойти. Дневной сон будет, наверное, как бы уничтожен, потому что он будет просыпаться. Но, тем не менее, это вот несколько дней вот такого вот гемора необходимо для того, чтобы научить ребенка спокойно засыпать и спокойно спать в кроватке дневной сны. Ну, так было с Рэмом. И так было, собственно, с Грантом на ночные сны. И все нормально, сейчас он спит. Но, как бы, каждый день я такая, ой, нет, что-то я сегодня устала. Давай завтра. И вот так завтра-завтра скоро ребенку в школу. Ну, ладно, сегодня, может быть, раз уж такая песня, попробую. Хотя, эх, не уверена. Так, человек у меня тут жрет камень. Иди сюда. А ну-ка, иди сюда. Обед ты уже поел. И камень – это не еда. Слышишь? А ну-ка, иди сюда. Все, поймала. Так, камень маме дай. Дай, пожалуйста, камень. Спасибо. Все, сейчас пойдем домой. Тебе уже пора отдыхать. Пойдем? Отдыхать не пойдешь? А что будешь делать? Нет. Бе? Нет, бе? Кушать не надо. Все, пошли домой. Так, ну прогулочка наша, очевидно, затянулась. В общем, мы сейчас на улице потусим до двух. И в два часа будем дома укладывать Рэма. Грантик все еще в колясочке спит. Так что, очевидно, он на большую часть времени поспит на улице. Так, все, у нас два часа. Человек умылся, банан съел. Сейчас включаем сушушку. Это у нас белый шум, я выкладываю сюда. Рыбок включаем, наш проектор. Так, заново, это уже рыбки красные у нас погасли. Так, я открываю обычное окошко. Так, ключи. Открываем окошко. И шторы за штором. Все закрываем. И раз, два, три, четыре, и пять. Бух. Готов? Да. Да, готов. Так, носки снимай. Давай, забирайся под одеялко. Выложись. Да, да, вертолет летит. Давай. 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 Бум. Готов? Все, зайка. Все, она засыпает. Брон свет выключает. И Ром идет спать. Отдыхает. Все. Буси мои идет отдыхать. Все, поцелуйчик. Пока. 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 Что это? Еще целовать? Я иди. Ой, это самый большой поцелуй. Все, пока. Пока. Что это? Опять целовать тебе надо? Да. Ой. Это был самый большой поцелуй. Пока. Пока. Что я слышу? Тебя еще поцеловать надо. Да, иди. Все. Последний. Самый большой поцелуй. Готов? Да. Все. Позор. Все, зайка. Писать хочешь? Все, побежали. Быстро писать на горшочек. Давай. Вставай. Быстро писать. Пойдем быстро писать. Машину оставляй. И быстро быстро писать. Давай скорее. Побежали быстро писать. Сдвигай кроватку. Давай. Ложись. Машинку в голову. Все, зайка. Давай засыпай. Так, машинку убираем. И сейчас я положусь. Все, пока. Пока, любимая. Все, пока. Так, еще осталось с этим человеком разобраться. Сейчас два часа. Так как он на улице поспал и ровно через полчаса проснулся, то у нас сегодня режим чуть-чуть нарушился. Обычно я укладываю его в то же самое время, что и Рэма. Ну, может быть, там полчаса позже, потому что он еще покушает. Еще покушает. Но сейчас он, в принципе, капризный. Я попробовала покормить и, может быть, тоже уложу спать. А вось он как бы понимает, что, ну, сейчас надо спать по привычке. Ой-ой-ой-ой-ой, что там? Так, ну все, человек укладывается спать. Машинки там у него остались, но он, наверное, сбоку лежит на подушке. Вроде не трогает. Ну, короче, это обычная история. Того, как Рэма уходит спать днем, да и вечером тоже. Задача еще Грантика также научить засыпать днем. У нас пока вечером еще супер, а вот днем матушкин косяк. Так, у нас тут обедик перед нашим сном. Весь измазанный, где ты ползал, мелкий? Пытаюсь Гранта положить спать. В общем, график наш двинулся где-то на полчаса, нежели чем то время, когда он обычно отправляется на свой второй дневной сон. Но это и нормально. С детьми вот такая вот история, что график, он может чуть-чуть плавать, и режим может чуть-чуть плавать. Но, в принципе, если это в пределе часа, то для моих детей это прям окей. Режим у них сразу не сыпется, не сбивается, у них все нормально. На следующий день они возвращаются вот в свой привычный график, и все окей. Значит, у нас сегодня что получилось? У нас затянулась наша прогулка с Рэмом после садика. Грант во время этой прогулки подуснул и поспал где-то приблизительно полчаса. Как только мы стали отправляться домой, зашли в парадную, и все, человек сразу же проснулся. Поэтому он недолго совсем поспал, и, следовательно, я думаю, что у меня получится сейчас его уложить. Так, ну что ж, мы проснулись. Сейчас 4 часа дня. Грант угорает с Рэма. Рэм прыгает по дивану, и Грант на него смотрит, и просто ржет. Очевидно, дети счастливы. Так, и у нас сегодня второй обед. У нас овощной суп с мясом. И Рэм вот в 4.05 ест свой второй обед. В следующий раз кушать будем уже совсем вечером, когда у нас будет ужин. А у Грантовича сейчас отдых. Потому что у нас не прошло еще трех часов с последнего приема пищи. Мы тусуемся. Кушать будем шесть. Позвонила мне только что воспитательница детского сада и сказала, что Рэма ушел. Один ботинок свой сделал, другой ботинок хотел Сережин. Говорит, принесите, пожалуйста, ботинок. Новый уровень материнства. Ура. Что-то я была уверена, что такое происходит только с отцами. Оказалось, нет. Так, у нас сейчас 6 часов вечера. У Гранта Татути у нас ужин. Да, это последний прием пищи до ночного сна. И потом мы отправляемся купаться. И мы должны уложиться до 7 часов вечера. Я сейчас подвинула очень так постепенно его отправление на сон. с 8 вечера на 7. Потому что я по нему вижу, если он раньше ложится спать, он лучше спит ночь. И в целом лучше у него дневные сны. У него они подольше получаются. Не 20 минут, а в общем как-то так поуспешнее. Ну, за исключением сегодняшнего дня, конечно. Но, тем не менее, утренний сон он проспал 2 часа. Это уже хорошо. И поэтому сегодня мы, как и во все остальные вчера, будем укладываться до 7 часов вечера. Так, у нас ужин. Да, малыш? Мы сейчас съедим нашу бутылочку, передохнем и купаться. Допустим, пока. Субтитры сделал DimaTorzok мы искупались сейчас мы потихонечку будем одеваться на ночь уже встали у нас конечно здесь вечером солнечная сторона реально очень-очень светло но с одной стороны спасает блокаут с другой стороны у нас там занавески то что два окна с двух сторон и собственно ребенок уже наверно привык а вечернее время у нас в принципе в доме очень спокойно у нас нету никаких лишних стимулов для детей у нас нет никаких даме не знаю кричащих компьютеров телевизоров и прочего я наоборот вечером включаю колыбель природный шум и что такое что детей будет успокаивать собственно не к этому привыкают и постепенно вот процессе пока мы грантика переодеваем иди замка там садись мы приглушаем свет все больше и больше в реке конечно не это легче делать потому что нас диммеры есть здесь все таки это при помощи занавесок я просто их закрываю все больше и больше и также детям даю д-витамины ежедневно понятно дело что лучше д-витамин давать утром но я вижу что у них нет никакой реакции то есть они начинают возбуждаться и прочее ну то есть вечером абсолютно нормально вот даже как утром помогу спокойно дать д-витамины все нормально и пашка наша неотменная подруга при укладывании детей потому что она создает главную атмосферу потому что ребенок укладывается на сон еще закроем еще занавески включим белый шум и собственно будем одеваться на ночь одеваю его в спальный мешочек у нас в доме очень тепло поэтому спокойно можно ребенка голенького просто в подгузнике укладывать спальный мешок с рукавами без рукавов не так принципиально здесь ему комфортно ночью спать и плюс ко всему когда укладываю ребенка я еще открываю окошком да вот чку про открываем наверх понятное дело не на распашку пусть будет тогда жутко светло но в целом так вот мы потихонечку потихонечку спокойно спокойно готовимся ко сну тебе пора спать все ты мыслятки все закрывай глазки и засыпай все закрывай глазки и словно Субтитры делал DimaTorzok 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 Это наша любимая ежедневная песня ДимаTorzok Ну а тем временем Грантик у нас уже уснул Уже он тихонечко спит у себя А сегодня мне пришлось зайти два раза Чтобы его успокоить Потому что он плакал Ну что в принципе для малышей нормально Когда укладываешь их спать Его нужно пошушукать, успокоить, погладить И выходить То есть с кровати я его не поднимаю Я просто ему даю понять, что все в порядке Убеждаю, что с ним все в порядке Что и подгузник окей, и его спальный мешок окей И в кроватке нет ничего лишнего, что ему мешает Ну и в целом таким образом убеждаю, что ребенок в безопасности В свою очередь он понимает от моих прикосновений Что мама рядом Он может спокойненько спать И все у него хорошо Ну и собственно он спокойно себе и засыпает Иногда не приходится заходить вообще ни разу Ну сегодня два раза И спать он сейчас будет Я предполагаю Где-то до трех часов ночи Вот в последнее время Это самое-самое вот такое Частое его время пробуждения Три часа ночи, когда он ест Раньше он мог проснуться в одиннадцать Мог проснуться в час-два Чаще всего в час-два И тогда следующее кормление в четыре-пять Но вот в последнее время у него как-то меняется И он очевидно одно кормление пропускает И просыпается в три Потом в следующий раз уже в шесть Так, после купания у нас ужин На ужин у нас сегодня овощи с макарошками, котлеткой И как-то посложнее у нас это все дело обстоит в последнее время Потому что Рэм отказывается кушать каши Даже своей какие-то самую любимую Которую всегда он ел Что-то в последнее время ему совсем ну никак Поэтому Да-да-да, кушай давай Ты, пожалуйста, жуй и кушай Хорошо? Молодец Ну и поэтому предлагаю ему Из тех вариантов, которые в холодильнике есть Сегодня выбрал этот А другого ничего, скажи, не было, да? Идь? Да А мама предлагала Иди сюда Садись Ну давай, читай Так, что Мишка, а кто у нас за книжку-то выбрал, да? Мишка мячик искал Кто это? Мишка Это кто? Миша А это кто? Зайка Зайка Хорошо Хорошо, а это мячик Мя-чик Мячик Давай будем смотреть Привет, малыш Я Миша Меня зовут Сеня Это Мишка Сеня А как тебя зовут? Я Малыш Я умею топать вот так Смотри, только ножка Топ 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 А ты умеешь так? Давай потопаем вместе Где у тебя ножки? Покажи свою ножку Где у тебя ножка? Нет, это твоя нога Где у тебя ножка? Вот она Покажи, как ты топаешь ножку Топ Топ Правильно Я хотела играть, но вот беда В комнате Такому ножку С ним играет Это Синий мячик Он ведь так долго его искал И просил тебя помочь Рэм помогал? Да Да, Рэм помогал Вот Сеня нашел свой мячик А давай найдем В твоей корзине Какой-то мячик Иди посмотри Иди принеси маме Какой-нибудь мячик Мячик Это мячик Ура Рэм принес мячик Маме Теперь У нас теперь есть свой мячик Да? Мы Синий помогли найти его красный мячик И у нас тоже есть с тобой мячик Но мячик мы будем играть завтра Да? Сегодня нам уже пора отдыхать Давай, иди отнеси мячик в корзину Вложи в корзину, зайка И мячик положи в корзину, пожалуйста И будем с тобой отдыхать Давай в корзину, зайка В корзину Давай, иди Все, давай Отправляйся в кроватку Будем тебе включать твоих рыбок Где наши рыбки? Вот наши рыбки Давай, в кроватку забирайся Забирайся, забирайся Нам еще с тобой подгузник на ночь нужно одеть Потому что мы пока еще не научились В трусиках спать ночью, да? Это нам еще предстоит Так, что мы с тобой еще забыли сделать? Нам зубы почистить нужно? Пошли зубы чистить Все, зайчик Ежики тоже устали? Давай, ложись на подушечку Пожалуйста Все, Рэму пора уже отдыхать Завтра мы с тобой рано просыпаемся Пойдем в садик, да? Да Завтра пойдем в садик Отлично Все, я выключаю свет Свет мы выключаем Все, малыш Спокойной ночи Мама тебя очень-очень любит Ты сегодня большой молодец Мама тобой гордится Поцеловать? Давай Целую тебя Все, пока, любимый Опять целовать? Да Сейчас будет самый большой поцелуй на свете Целую Все, пока, любимый Пока Что, я слышу опять? Поцелуй нужен? Да Последний? Самый большой Готов? Да Все, малыш Все, отдыхай Пока Пока Закрывай глазки Головушку на подушечку Головушку на подушечку Накрывайся одеялком, пожалуйста Одеялком накрывайся И засыпай Рэму пора отдыхать Все, пока, любимый Пока Рэм уже в кровати Я думаю, сейчас он поиграет с своими игрушками какое-то время спокойненько И тогда уже будет засыпать Грантик тоже сладко спит Вот он у меня тут Как обычно на животе Сейчас он по-другому не спит у меня Кстати, плюс еще в том, что он сейчас уже научился взять сосочку И эту сосочку поместить в рот Если он ее находит Так что это тоже плюс, который помогает ему в случае пробуждения засыпать Ну, а Рэм вот сидит там спокойно себе в кроватке И, кстати говоря, я очень волновалась, что он будет выходить из своей кровати Потому что, ну, как бы препятствует никаких Из этой он не мог выбраться так легко Но нет, у него все-таки есть какое-то понимание Что если мы спим, то все В кровати сидит Он может там встать какую-то игрушку взять Изредка выйти из комнаты Если там в туалет хочет или еще что-то Но в общем, в целом он находится в кровати И за ее пределы не выходит Так что вот так Ладно, подружки Вот так выглядит наш день Наш режим Я уже тоже пойду отдыхать Потому что жутко устала за весь день с малышами Несмотря на то, что Рэм до 12-30 был в садике Все равно Конечно, не просто это Всех уложить За всеми Приглядеть Все сделать Ничего не забыть Ну, и как бы само еще, может быть Отдохнуть, поесть И какую-то работу сделать Так что Вот такие вот у нас тут пироги Ладно, на сегодня прощаюсь с вами Увидимся с вами в следующем нашем видеоролике И не забывайте Ставить VPN Чтобы продолжать смотреть наш Ютуб-канал Наши видеоролики В случае, если Ютубчик закроют Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok